Приветствую вас, вы знаете, любить мужчину и кого бы то ни было перестать нельзя, потому что это чувство определенное. Но можно понять, например, почему любовь причиняет вам боль. Можно понять, как так вышло, что любя, вы чувствуете боль. Вы чувствуете некую болезненность во взаимодействии с мужчиной. Ведь любовь в своем таком чистом проявлении никакого негатива себе не несет. Ну, любит человек, ну, не любит человек, это не столь важно для того, кто любит, не важно. Но вот если помимо любви есть что-то еще, например, какое-то желание, например, какая-то потребность в чем-то. Допустим. В таком случае, конечно, любовь будет приносить боль. В таком случае, любовь, конечно, будет болезненной. И я бы сказал, что отделить, наверное, отделить любовь от того, что вам хочется. Хочется, допустим, хочется от мужчины. Ну, а что с вами первая задача. То есть это то, что мы действительно на самом деле можем сделать. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. мы не можем как вам так сказать мы не можем сделать так, чтобы ваша любовь ушла, но мы можем сделать так, чтобы ваша любовь перестала причинять вам боль. то, что вы чувствуете, чтобы это приносило вам пользу, позитив. Это мы сделать вполне себе можем. Это нам вполне себе под силу. Вопрос заключается в том, готовы ли вы и хотите ли вы нам это позволить. Если хотите, то мы с огромным удовольствием вам поможем. Если вы, допустим, не хотите, если вы не готовы, то мы вам помогать, конечно, не будем. Ну, против вашей воли. Зачем это делать? Если вам, например, не хочется. Вот, примерно так. Я думаю, можно вам ответить. Обратите внимание на то, что вы говорите, скучаете и хотите быть человеком. Но ведь скука означает не что иное, как потребность. Если у вас речь идет о потребности именно, то не то ли это, на что нужно обратить в первую очередь ваше внимание. Чтобы посмотреть, что это за потребность такая. И что можно сделать для вас так, чтобы эта потребность вам не причиняла боль. Вот мне, думается, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. И хотя информации предоставили вы крайне мало, на мой взгляд, на мой взгляд, информации можно было предоставить побольше, подробнее рассказать о себе. Ну, тем не менее, мне кажется так. Возможно, у вас есть некие элементы любовной зависимости. Возможно, я не знаю точно. Я не знаю наверняка. И если так, если элементы любовной зависимости у вас и правда есть, то в таком случае, я думаю, можно поработать будет и с ней. Только процесс, это не долго, ну, не быстрый, это процесс. Это, к сожалению, процесс такой, достаточно продолжительный сам по себе. И если вы готовы в этом процессе участвовать, то мы с большим удовольствием, с большой радостью вам помочь. Бояться этого не нужно. Для этого, правда, придется вам, нам довериться. Я надеюсь, это будет не так сложно. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. То, что я могу вам сказать. Ну, опираясь на ту информацию, которую вы предоставили нам. Надеюсь, что это хотя бы немножечко вам поможет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку ответа, я имею в виду, в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. И я вам желаю найти себя. Ну, потому-то, совершенно очевидно, что себя вы здесь потеряли. К большому сожалению, себя вы потеряли. Но ничего. Вам можно помочь будет себя найти. Я вам желаю успехов. Я вам желаю удачи. И надеюсь, что в скором времени любовь перестанет приносить вам такой серьезный негатив, как она приносит сейчас.